Привет, друзья! С вами Кухня Дома. Сегодня мы с вами приготовим гуляш из свежей печени со сметаной, яблоком, морковью, тимьяном и луком. Изюминка в этом рецепте сочетание вкуса сметаны и тимьяна. Очень вкусно! На гарнир прекрасно подойдет картошка, рис, макароны, гречка, все, что вы любите. Нам понадобится свежая куриная печень, лук, морковь, молоко, мука, сметана, томатная паста, чеснок, растительное масло, тимьян, черный перец и соль. В первую очередь хорошо промыла печень и солила молоком. Лучше минимум на час. Яблоко лучше брать кисло-сладкое. Пока вымачивается печень, подготовлю все ингредиенты. Нарезаю лук, нарезаю морковь, нарезаю яблоко. Чтобы сметана не свернулась в подливе, добавляю в сметану соль и хорошо перемешиваю. Измельчаю чеснок в сковороду. Наливаю растительное масло, выкладываю лук, слегка обжариваю. Из печени сливаю молоко и каждый кусочек печени обваливаю в муке. Выкладываю печень к луку. Перемешиваю печень с луком. Обжариваю печень около 5 минут на среднем огне. Через 5 минут добавляю морковь, яблоко. Наливаю немного кипятка. Все хорошо перемешиваю. и оставляю тушить печень на среднем огне около 10 минут. Через 10 минут добавляю сметану, томатную пасту. Добавляю чеснок, тимьян, молотый черный перец. Все хорошо перемешиваю. И оставляю тушить печень на среднем огне около 10 минут. Можно добавить еще немного воды. Через 10 минут печень полностью готова. Какой аромат! Не передать! Очень вкусный! Тимьян очень хорошо добавлять во все мясные блюда. Особенно, где используется сметана. На гарнир прекрасно подойдет картошка, рис, гречка, макароны. Все, что вы любите. Всем приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, чтобы не потерять это видео. Подписывайтесь на канал и, конечно же, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Впереди много всего интересного. Благодарю всех за просмотр, за ваши комментарии и лайки. Всем приятного аппетита! И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...